Мировую презентацию одной из своих главнейших игр компания Electronic Arts решила провести в Москве. И не просто в Москве, а в старом советском военном бункере на глубине 60 метров. Что нам здесь показывают? Red Alert 3. Анонс третьей части легендарного стратегического сериала, безусловно, стал неожиданностью. Шутка ли, Red Alert 2 вышла аж в 2000 году. Много воды утекло с тех пор, и геймеры успели подзабыть красочную стратегию о Великой войне Советского Союза и Соединенных Штатов. Именно чтобы напомнить о сериале, компания Electronic Arts устроила общемировую презентацию в столь экзотическом месте. В подземном бункере собрались не только российские журналисты, но также представители англоязычной прессы. И самое главное, всемирно известные разработчики. Меня зовут Крис Кори, я исполнительный продюсер Red Alert 3. Мы очень рады, что можем наконец показать великолепный кооперативный геймплей, замечательные видеоролики с актерами, инноваторские морские операции, геймерам в России и по всему миру. Очень приятно поделиться с вами плодами долгой и упорной работы. Сейчас вы видите первые опубликованные кадры из Red Alert 3. В игре остается главное, на чем держится мир Red Alert. Трэшовый сюжет и видеоролики с живыми актерами. По большому счету, изменений не так много. В игре будет отдельная кооперативная кампания, задуманная и созданная для совместного прохождения. Значительную роль теперь будут играть морские сражения. Причем базу можно будет строить даже на воде. Причем базу можно будет строить даже на воде. Но куда интереснее новая третья раса мира Red Alert. Высокотехнологичная империя восходящего солнца. В Red Alert 3 мы хотели оставить атмосферу первых игр, но в то же время добавить и что-то новое. Так мы подошли к графике и кооперативной кампании и к морскому геймплею. Кроме этого мы хотели добавить и новую фракцию. Мне кажется, игроки уже привыкли видеть новые стороны в сиквелах РТС. Но создать еще одну фракцию было непросто. Она должна была ужиться в нашем мире вместе с союзниками и советами. Как нам кажется, империя восходящего солнца, наша версия Японии, отлично вписывается в атмосферу Red Alert. Разработчики Command & Conquer уже набили руку на создании консольных проектов. Третья игра сериала была опубликована на PC и Xbox 360. Нынешняя война между Советским Союзом и Соединенными Штатами будет еще масштабнее. Она разразится сразу на трех платформах. На персональных компьютерах, на Xbox 360 и PlayStation 3. Версии для PC и консолей будут очень похожими. Главная разница — управление. А именно на нем и держится весь геймплей. Мы не хотели просто копировать интерфейс с PC-версией. По-моему, он не подходит для консолей. И в Battle for Middle-Earth 2, и в Command & Conquer 3 мы пытались приспособить его к игре на консолях. Red Alert 3 представляет следующий виток эволюции интерфейса. Управление будет сильно отличаться и от Command & Conquer 3, и от Keynes Rath. Конечно, от PC-версии Red Alert 3. А вот сюжетная кампания, мультиплеер, юниты и строение будут во всех версиях одинаковыми. Почему вы решили сделать игру мультиплатформенной? В основном мы работаем на PC, ведь именно там зародился жанр RTS. Мы считаем PC домом нашего сериала, и именно на этой платформе продумываем дизайн. Но, как мне кажется, консоли тоже могут стать отличной платформой для RTS. Честно скажу, мы пока не знаем, как перенести RTS на консоль без проблем с управлением. По-моему, интерфейс развивается до сих пор. Однажды такие игры, наверное, отделятся от PC-стратегии и образуют совершенно новый жанр. Настолько же интересный и веселый, но совершенно отличный от игр на PC. Мы считаем, что у RTS на консолях большое будущее, и, наверное, продолжим поддерживать их еще очень долго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы, американцы, считаем Россию экзотической страной. Она и на самом деле необычная. Когда мы сошли с самолета и выехали в город, я был просто шокирован. Это огромный цветущий мегаполис, который в то же время совершенно не похож на крупные города в Америке или Европе. Совершенно другая атмосфера, тон. Город живет, все куда-то спешат. Это очень странно и в то же время замечательно. Я просто не поверил своим глазам. Этот город приводит меня в выступление. Все здания здесь такие большие и монументальные. В Москве все огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова